Я попробую так сформулировать вопрос. Вот вы как, вы в прошлом штабной офицер, да? Вы служили в, если я не ошибаюсь, поправьте меня, вы служили в оперативном управлении единштаба, да? То есть, главное оперативное управление, главное оперативное управление, это что называется, Москармия, да? Да. Вот как штабной офицер, вот вы можете, условно говоря, смоделировать логику российских штабных офицеров, как они смотрят на перспективы этого наступления и чем оно может, как оно может им боком выйти? Ну вот я же, в принципе, и начал об этом. Да, конечно же, логику очень легко понять. Почему? Потому что они ее не поменяли с советского времени. То есть, шаблоны Второй мировой войны. Клещи, кстати, позаимствованные у Гудериана, это был любимый его способ ведения боевых действий, взятия в клещи войск противника. То же самое они сегодня на Донбассе пытаются притворить в жизнь. Плюс, вы же посмотрите, они за 30 лет даже не удосужились. Поинтересоваться методиками, новыми методиками ведения войны. Тяжелые танковые колонны, тяжелые, это самое, большие бронированные кулаки, ударные, это все Вторая мировая. Они так и воюют. Минимальная маневренность, максимальный натиск. Поэтому можно предугадать. И вот я продолжу тогда мысль по поводу вот этой группы офицеров, генерального штаба. Они все-таки достучались и вроде как пытались через Патрушева передать свое письмо Путину о том, чтобы по Бентре надо сохранить армию. Хотя бы какую-то ее боеспособную часть. На что Путин сказал, у нас все под контролем, продолжаем операцию. И потребовал список этих генералов. Я так понимаю, теперь против них будут применены какие-то репрессивные меры, чтобы подавить любые волнения среди подчиненных. И, кстати, подтверждение этой теории говорит о том, что управление операцией передали на Южный военный округ. Хотя в России нет ни одного официального сообщения о том, что дворником назначен командующим специальной военной операцией в Украине. Это еще раз подтверждает идею о том, что, или мысль о том, что, скорее всего, генеральный штаб настолько сегодня разбалансирован как орган военного управления, для этого, чтобы не завалить вообще всю операцию, ее передали на Южный военный округ. А в генштабе идет охота на ведьм. Субтитры создавал DimaTorzok